Музыка Музыка Известно также, что кандидат на посвящение или принятие в это общество духовных учителей или стражей тайн Очень хорошо проверяется, прежде чем будет посвящен, и ему вручат сокровища тайного знания Именно поэтому и к сожалению мы столь низко оцениваем и почти не прибегаем ни к цитированию и помощи от учения Елены Петровны Блаватской Извратившей полученные ею знания и давшая их перевернутым и нам с ног на голову Да простят ее и помогут ей великие боги Опишем же немного, как это происходит в некоторых случаях, возможных для особо одаренных и представленных нам как научение и польза от этих знаний Сначала новому адепту после тщательной проверки передается мантра, которая сообщает ему власть над богиней Кундалини Как известно, это не только богиня, но энергия, сосредоточенная в основании позвоночника человека Мы здесь, конечно, пользуемся терминологией из известного учения, но оно уже вполне многим известно и может быть применяемо и нашими ведистами И когда он произносит ее, богиня просыпается и появляется перед ним в ожидании приказаний То есть, переводя на другой язык, этот метод и практика пробуждения Кундалини является средством подъема этой энергии по позвоночнику, по основным семи чакрам Естественно, самоучение и прочее мы тут опускаем А некое с нашей стороны представление мы даем в пути к абсолюту В этой статье же на нашем канале Заметим, что Кундалини – символ материальной энергии человека Изображается она в виде змеи, свернутой в три с половиной оборота в чакре Муланхара Недаром ее называют материнской энергией, то есть поглощением богини Шакти, у которой по индуистской вере тысячи имен, одно из которых – Кундалини Ясно, потому же без учений, учителя, гуру, пробужденная богиня способна не только спасти и направить адепта, но и разрушить, убить, в зависимости от того, как использована мантра Все это связано напрямую с праной нашей жизненной энергии, вибрацией ее на всех планах, в том числе и, может, даже и прежде всего в загробном мире Слава Всевышнему, заметим тут, что если мантра пропета или произнесена неправильно, то ничего не произойдет Так же и в случае, если она напечатана и ее увидит глаз непосвященного, она покажется совсем лишенной всякого значения и смысла Даже колдуны и маги всегда постятся и очищаются всякими способами, прежде чем приступают к ворожбе или призывают духов Возможно, тут мы отвлеченно, как по Андрею Тюняеву, выдвинем и такую вероятную трактовку всех событий, что мир наш – это великая информационная машина жизни Гигантский вселенский компьютер, ну, конечно, за ним тоже кто-то стоит Где взаимодействия и происходят по нематериальным, а звуковибрационным лекалам Именно поэтому все в нас и в нашем сознании важно только, если мы находимся в определенных состояниях этого сознания И загробный мир с его сменой мерности таковым и являются Психические силы, что в этом равны духовным, приводят в движение неведомые нам сейчас в земном плане управленческие механизмы Но эта сухая теория о древо жизни, как говорил Мефистофелю Гёте, зеленеет И теперь перейдем к важному этапу нашего пребывания в Бордо – выбору чрева И вот что об этом говорит тибетская книга мертвых Было ли вам достаточно наших объяснений? Согласны ли вы с ними? И если даже у вас есть ваши собственные, это уже, друзья, не важно Так как мы продолжаем наше путешествие по Бордот-Хеодол дальше А книга говорит, если ты не услышал слово «учение» и не сумел ими воспользоваться Не проникся знанием и не стал им этим знанием, то есть сознанием Не обрел свое сознание, дверь чрева по-прежнему открыта и близится Хочешь того или нет, время войти в нее Попробуй выбрать чрева Сосредоточься на важности выбора, ведь это твоя новая жизнь впереди Итак, раньше всего ты увидишь знаки континента, на котором тебе предстоит воплотиться Если тебе суждено родиться на восточном континенте, ты увидишь большое озеро, в котором плавают лебеди Не входи туда, там счастье и удобство, но слаба вера Если рождение твое грядет в южном пределе, ты увидишь роскошные особняки и дворцы Если сможешь, войди туда Если тебе суждено воплотиться в пределах западного континента, ты увидишь озеро, на берегу которого лошади щиплют траву Не входи туда, там изобилие и богатство, но вера не крепка Если воплотишься к жизни в северном пределе, ты увидишь озеро, окруженное лесом, где на берегу пасутся коровы Не входи туда, сейчас же, там жизнь долга и много возможностей, но вера слаба Как видите, мы тут даже не попытались вставить какие-либо возможные комментарии Да и зачем? Что такое вера? Что в себе заключает это чувство или это понятие? Верить ли Ра свету, Богу Солнца нашего сознания? То есть по существу это главное, что должно родиться, существовать и преследовать нас Конечно, мы выбрали бы больше то место, если бы осознавали веру, вера Ра Но каждое испытуемое сознание проходит свою школу И порой то, что говорится в первых строках о выборе той или иной части света у тибетских лам Оказывается важнее для человека, для людины, чем Ве Ра Это его выбор, и это наверняка бесконечная игра, борьба и стремление человеческого сознания познать самого себя Единственное, что мы заметим лично от себя, мы бы, будь сознательны и стоя перед выбором Не выбрали бы южный предел, где роскошные дворцы и особняки, и куда книга советует войти Либо мы чего-то не поняли, либо это уже наш путь Если же вы, друзья, поймете, что все, что предлагает нам книга «Выбор и чрево», то не спешите не осуждать, не завершать познания Есть и другие предложения выбора Глянем и выслушаем их тоже Например, если суждено тебе родиться божеством, ищущему тех Как много, к сожалению, таких среди нас, не имеющих уже такой возможности И даже никаких к этому предрасположений, но стремящихся и мечтающих о ней То ты увидишь храмы, наполненные драгоценностями и золотом Если сумеешь, говорит книга, войди туда Но уверяем, это будет непросто этим желающим Карма вас потянет совершенно в другое место Вы, наверное, уже поняли, коль мы находимся в этом месте Бордо, где нам предстоит единственная возможность Это выбор чрева Так как мы не нашлись в предыдущих путешествиях Бордо и не решили никакие из своих проблем То выбор тут обусловлен и ограничен вышеприведенным Есть еще и другие, как говорит книга Но лучше бы их не было, сокрушаемся мы Однако вот их представление Если родиться тебе вечно враждующим великанам Ты увидишь огромный лес или кольца огней Вращающихся в противоположных друг другу направлениях Не ступай в это место И далее Если тебе предстоит родиться в мире диких животных Ты увидишь пещеры, глубокие ямы, затянутые дымкой Или клочьями тумана Не входи туда На данном месте отвлечемся Даже выскажем очередное наше объяснение этого факта Оно истекает из того, что жизнь человеческая в земных воплощениях подвергнута неминуемой инволюции Поэтому вольно или невольно Выбор будет подталкиваемым Животным воплощением человеческого духа Которая уже в нем фактически наступила Дабы он мог испытать все, что неминуемо в познаниях его сознания Это тоже часто неизбежно Далее еще того хуже Если суждено тебе воплотиться в мире бродячих несчастливых духов Ты увидишь выжженные просторы, пустыни, голые равнины, непроходимые заросли, густые леса, где деревья плотно стоят друг к другу И неглубокие домики и впадины Ничего тебе это не поминает? Не пугайся Не оглядывайся вокруг Похоже, да, но это не тот мир, где ты сейчас находишься Вряд ли кто захочет, коль знает, куда это ведет Покуситься на исследования описанных пейзажей в том мире, в Бордо Вы думаете, что все, конец испытаний и угроз? Нет, и будьте внимательны и осторожны Но, коли родится тебе в аду, ты услышишь чудное притягательное пение Ты думаешь, в аду только гром и грохот? Нет, там тоже любят музыку И такую, какую любишь и ты, но еще поострее чуть-чуть и пожестче Это пение, знай, несет в себе силу кармы, которую ты наработал и заслужил Тебя так и поведет туда, так и захочется пойти на звуки Сопротивляйся изо всех сил Выверни свое нутро Занырни в свое сознание, как только можешь глубоко Ибо это места, где черные дома, белые здания Черные дороги и глубокие ямы Там ты будешь страдать веками от страшных всплесков жары и холода Не входи туда и постарайся вспомнить Может, ты уже здесь был Все это значит, что ты теперь выпадаешь из прежней кармы Силы судьбы и ее бесчисленные токи образуют бурю Это то, что неминуемо последует в тебе, коль ты Всем вел жизнь буйную, грешную, страстную и событийную Посмотри, многим ли сосуществовавшим с тобою в прошлом воплощении Или даже в воплощениях, если сумеешь Удалось избежать всего вышеперечисленного Очень и очень мало их число Их было бы больше, если бы ты заглянул еще дальше Вглубь веков в череду своих воплощений Но почему, однако, эти меры были уничтожены? Ответ неоднозначен И они заслужили то, к чему их привели паразиты Проникшие в души легковерных и нетвердых в духе Потому уповать на мир в обществе земли Столь же бессмысленно, как и верить, что Всевышний Для нашей науки не допустит борьбы добра со злом И не пришлет нам учителей От одного вида которых замирает сердце И мы боимся раскрыть очи Но должны видеть, а наши сердца гореть Вот в чем ответ и в чем правда На все тяжелые вопросы и проблемы нашего сознания Кармическая буря грядет, уверяет книга И мы ее пожнем, и она нас не минит Это действительно страшное и важное испытание Нашего сознания Позади нас ревут и крутят вихри кармы Судьбы И влекут нас вперед Вся сила судьбы, кармы Теперь завладеет нами, как злой ветер владеет листком Перейдем конкретно книги Страшные порывы ветра Ливни, лавины, снега и льда Обрушиваются на тебя Из низких черных туч Вокруг стелется мрак И бешено кружат Вращаются возле тебя вихри столбы Книга сгущает краски Запугивает? Нет, друзья Загляните в свое сознание И там найдете и подобное И еще более страшное И неизмеримо, и необъяснимо Тревожное Если отбросить тормоза И укрыться в неведении Субтитры создавал DimaTorzok